На неделе между Москвой и Ереваном разразился юридический скандал. Армения хочет задним числом ратифицировать римский статус – документ, признающий юрисдикцию Международного уголовного суда, расположенного в ГАГе. На эту новость вряд ли бы кто-то обратил внимание, если бы не один важный нюанс. 17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина из-за ситуации на Украине, а затем в правящей партии Армении гражданский договор заявили, что если российский лидер приедет в Армению, то он должен быть арестован. Армения – союзник России по ДКБ, Армения – союзник России по ЕС. Если будет какое-то совместное мероприятие, президент России, союзник Армении прикидет в Ереван, Ереван его арестует, армяне арестуют президента России Владимира Путина и вышлют его за решетку в ГАГу. Ну молодцы, отличный союзник. Россия юрисдикцию МУС не признает и считает, это политической провокацией. «Мы наблюдаем в мире такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента, что, конечно, мы это фиксируем. Но если каждое из этих враждебных проявлений принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится». Москва пока официально никак не реагировала на планы союзника, но неофициально реакция была жесткой. «В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных ордеров МУС в отношении российского руководства». Кремль предупредил армянскую сторону о крайне негативных для двухсторонних отношений последствиях возможных шагов Еревана. «Сегодня было объявлено, что Россия ограничивает поставки из Армении молочной продукции». Это такой первый маленький звоночек. Ну, давайте немножко прекратим торговать с Арменией. Как-то странно политические приоритеты делает Армения». «Москве понимают, что руководство Армении встает на рельсы внешнего управления, и от ее политической элиты стоит ждать и других неприятных сюрпризов». «Армения ведет себя самоубийственно. Мы все вот сейчас следим за их странными действиями по признанию вот этого Международного уголовного суда, который дискредитировал себя недавно вот такой партией по России». «Власти Армении пошли дальше. На неделе Пашинян принял участие в саммите за демократию, инициированном в онлайн-режиме президентом Соединенных Штатов Джо Байдена. Вывеска красивая, но по факту саммит направлен против Москвы и Пекина. Российский эксперт Игорь Короченко считает, что руководство Армении выслуживается перед Западом». «На самом деле это отражение продолжающегося при правительстве Пашиняна и нынешней Армении в сторону от России, в строении тесных отношений с Западом. Ну и разумеется, примечательно, что если государственный департамент США еще возможно пригласить Армению, то как минимум это говорит о несамостоятельности внешней и внутренней политике, которая принимает те решения, которые принимает армянское руководство. Они зависимы, они с этой элитой, именно поэтому получили приглашение на этот пресловутый саммит». Премьер Армении Пашинян оказался в этой кампании, а вот Турцию и Азербайджан даже не пригласили. Российские эксперты считают, что саммит за демократию – это своеобразная лакмусовая бумажка на суверенность. «Что касается отсутствия приглашения таких сильных, безусловно, лидеров, как руководители Турции, Азербайджана, Венгрии, это показатель суверенности указанных государств. По сути дела, саммит демократия – это показатель, кто под американцами, кто их сателлиты, младшие, так называемые, партнеры. А самостоятельных суверенных лидеров сюда не позвали. Это тоже очень хороший маркер, посмотреть, кто есть в современном мире». Своим участием Пашинян подтверждает свой прозападный курс. А ведь Запад делает все возможное, чтобы вбить клин между Москвой и Ереваном и сорвать мирные договоренности с Баку. Но в Ереване продолжают надеяться на американского брата, который решит все проблемы. Только проблема в том, что главная цель этого брата – дестабилизация ситуации на Южном Кавказе. Об этом в следующей части нашей программы.